МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Есть такая профессия родителей. Четвёртый в городе детский дом семейного типа открыли по улице Озёрной. На страже границ и суверенитета в Беларуси отмечается День таможенника. Десятки государственных наград и грамот, слава поздравлений, праздничный концерт. Следственный комитет Беларуси отметил первый юбилей. Боевые пуски на отлично. Военнослужащие Гродненского гарнизона вернулись с масштабных учений на российском полигоне. Образование нового поколения. В Купаловском вузе презентовали электронный научно-методический журнал. Домашний уют вместо интернатских стен. В посёлке Фабрично открыли детский дом семейного типа. Новосёлами стала большая семья Майоровых. В просторном двухэтажном доме родители-воспитатели будут растить девятерых детей. Красную ленточку вместе с хозяином дома перерезали заместитель губернатора области Виктор Лискович и мэр Гродно Мячеслав Гонь. Как семья обживается в новом доме, узнавала Юлия Косила. Тут у нас игрушки, машинки, касса, компьютер, лампочки, полки. Экскурсию по своей новой комнате восьмилетний Даник проводит с удовольствием. Он делит эту детскую со своими братьями Кириллом и Денисом. Тут повсюду игрушки, а на столе современный ноутбук. По соседству комнаты девочек. Мама в это время прибирает в гостиной на первом этаже. Наталье и Евгению всего по 29 лет. У них трое своих детей. Но два года назад пара решила, они хотят стать родителями по профессии. На данный момент у нас семеро деток. Планируется девять. Две девочки в понедельник нам придут новые. Пока нас семеро. Домик хороший, уютный. Все оборудовано для жизни детей. Спальня просторная. Раньше семья Майоровых жила в трехкомнатной квартире. Сейчас у них только на втором этаже пять спален и три санузла. Внизу просторная гостиная и кухня. Но настоящее раздолье на улице. Здесь найдется место и для игр, и для небольшого огорода. С новосельем семью Майоровых приехала поздравить руководство города и области. К слову, чтобы стать родителями-воспитателями и вселиться в новый дом, пара прошла серьезный психологический отбор. Сегодня в области у нас открыто 24 дома детских семейного типа. Это большая государственная программа. Детские дома мы открываем не один год. Цель детских домов семейного типа – воспитать ребенка именно в семье. В Гродно это уже четвертый дом семейного типа. В планах уйти от формы интернатов и растить детей-сирот только с родителями-воспитателями. В этом году мы закрыли детский дом из-за того, что там не хватало детей. Это очень приятно, тоже хорошее событие. Здесь мы открыли детский дом семейного типа, а там закрыли. Это очень правильно и очень нормально, потому что дети воспитываются в семье. Я вижу по улыбкам, по отношению, первое вот это, да, по рассказам. Мы уверены, что не ошиблись семьи. В планах на следующий год строительство еще одного детского дома семейного типа в Ленинском районе Гродно. Юлия Косила, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. Обещание быть верным своей стране и делу. Сегодня у здания таможенного комитета Гродненской области приняли присягу более 20 молодых сотрудников таможенного комитета. Многих пришли поддержать и поздравить близкие люди. Важно отметить, что лицо белорусской таможни все больше приобретает женские черты. Сегодняшняя присяга стала тому подтверждением. Подавляющее большинство будущих сотрудников – девушки. В первую очередь это высокообразованные, высококвалифицированные. Теперь уже сотрудники, которые прошли очень серьезный отбор. По каждому сотруднику таможни, принимаемому на службу, принимают решения лично председателя таможенного комитета. Сегодня тот торжественный день, когда они поклялись соблюдать законы и служить народу наилучшим образом. Таможенная служба в нашей стране существует с 1991 года. В этом году профессиональный праздник совпал со знаменательной датой – 25 лет со дня формирования таможенных органов Беларуси. Своё пятилетие на днях отметила одна из молодых правоохранительных структур Беларуси – Следственный комитет. За пять лет гродинским сыщикам удалось раскрыть сотни преступлений и докопаться до истины самых сложных и запутанных дел. Начальник управления Следственного комитета по Гродинской области Иосиф Леонко поблагодарил коллектив за слаженную работу по борьбе с преступностью. Слова благодарности за компетентность, верность офицерскому долгу выразил и председатель Гродинского облсполкома Владимир Кравцов. Во-первых, совсем сдали другие условия. У них и отдельные помещения, здания, и следователи вооружены, как говорится, по последнему слову. И мы это видим по количеству, ещё раз хочу повторить, тех уголовных дел по уменьшению, где не установлены виновные лица. Это работа следователя. Вот и результат. На праздники присутствовали архиепископ Гродинский Волковыцкий Артемий и епископ Александр Кашкевич. Они благословили присутствующих на ратные труды, вручили хорук в сликом Святого Николая и Чинстаховскую икону Божьей Матери. Наиболее отличившиеся сотрудники Управления Следственного комитета по Гродинской области были удостоены государственных наград, грамот и благодарностей. Четвёртый этап учений войск ПВО завершён. В течение месяца военнослужащие 1-го зенитно-ракетного полка жили в условиях полигона. Проведя подготовку на Горском под Гродно, они отправились в Россию на полигон Ашулук, чтобы там выполнить боевые пуски ракет. О том, с какими результатами личный состав вернулся на родину, в нашем материале. Чуть больше недели назад они слушали напутственные слова командира и гадали, какими будут грядущие 7 дней. А сегодня они уже снова в Беларуси, готовы защищать воздушные рубежи страны. Алексей Алексеев в подобных учениях принимает участие во второй раз. В этом году его задача была особенной. Он принимал непосредственное участие в запуске ракет по цели. Речистов с задачей справился. Отлично. Два боевых пуска. Очень много процентов 80 личного состава первый раз принимало участие в этом учении. Мы получили богатый опыт. Действительно, стрельба получилась отличная, как по учебнику. Материальная часть не подвела. Есть еще, конечно, над чем работать. Будем... предела совершенству нет. Будем работать дальше, повышать результаты, обучать новых военнослужащих, которые придут. Условия на российском полигоне «Ашулук» очень отличаются от привычных белорусских – песок и жара. Но даже в таких непростых обстоятельствах грудненские военнослужащие не спасовали и поразили все цели. Как считает командир Евгений Кокурин, успех на учениях – заслуга всего личного состава. У нас в рамках третьего этапа тактического учения с боевым стрельбой на полигоне Российской Федерации привлекалось два зенитно-ракетных дивизиона, первый и третий, и командный пункт. Дивизионы с поставленной задачей справились, успешно выполнили ее. Все мишени, которые входили в зону поражения комплексов, были успешно уничтожены. И подразделения нашей части успешно вернулись в пункт постоянной дислокации. Конечно, была напряженная обстановка, практически боевая в условиях песчанно-пустынной местности. Но я был уверен в своих расчетах, они это доказали. Они, конечно, вернулись уставшими. Напряженная неделя стрельбы, необходимость оправдать ожидания, возложенные на них командованием, долгая дорога туда и назад, сложные условия. Все это они преодолели стойко, как настоящие мужчины. И вернулись с отличным результатом. Успев немного перевести дух, они продолжают службу. В Беларуси начались командно-штабные учения. И Гродненская часть ПВО, конечно, среди тех, кто принимает в них самое активное участие. Галина Амбражей, Иолан Табудила, Евгений Сидор. Новости Гродно+. Учебно-практический семинар «Эврисфера-2016. Образование нового поколения» прошел в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. В рамках семинара состоялась презентация электронного научно-методического журнала «Университет образовательных инноваций». Формирование и совершенствование современного педагога, организация учебного процесса в соответствии с развитием информационного общества, а также обсуждение актуальных вопросов современного образования – главные цели журнала. Научно-методический журнал рассчитан на широкую аудиторию. Он предназначен не только для педагогов, учреждений образования, аспирантов и студентов, но и для читателей, интересующихся проблемами развития современных педагогических инноваций. Поэтому роль преподавателя на сегодняшний день, она действительно изменилась. Мы не можем научить студента, школьника чему-то один раз и навсегда. Мы должны научить его учиться на протяжении всей его жизни. Поэтому, как вы знаете, вот этот вот лозунг ЮНЕСКО, который принят, это образование через всю жизнь. Электронный журнал «Университет образовательных инноваций» представлен из нескольких блоков. Форум обсуждений актуальных вопросов, педагогическая мастерская и студенческий взгляд. Поэтому каждый заинтересованный может принять участие в учебной и образовательной деятельности с применением образовательных инноваций. Не только маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. Там обязательно должно найтись место и для шубы. Идеальный зимний наряд представительницы прекрасного пола города Гродно могут приобрести в магазине «Дом меха». Он расположен в торговом доме «Неман» по улице Советская, 18, на втором этаже. Какой выбор меховых изделий предлагают в магазине и сильно ли ударит по кошельку такая покупка, расскажет наш корреспондент Вероника Цыганок. Классические современные модели от 38 до 64 размера. Шубу по вкусу и цвету в магазине «Дом меха» сможет выбрать себе любая женщина. Здесь представлено более 400 меховых мутоновых изделий. Каждая индивидуально неповторима. Мы рады предложить вам широкий ассортимент мутоновых меховых пальто, а также головных уборов. Мутон – это специальным образом обработанная община. Благодаря высокотехнологичной обработке нашим изделиям не страшны любые непогоды. И они прослужат вам долгие-долгие годы и будут согревать вас зимой. Производитель изделий – Россия. Из страны-соседки фирма «Дом меха» закупает товар большими партиями, что формирует на шубы и головные уборы невысокие цены. Однако это никак не сказывается на качестве. На каждое изделие магазин дает гарантию один год. Кроме того, приобрести стильное меховое пальто или модную шапку можно на самых выгодных условиях. Только до конца сентября в нашем магазине проходит специальная акция. Вы можете приобрести изделие за наличный расчет со скидкой 30% на коллекцию 2016 года и 50% на коллекцию 2015 года. Также мы позаботились и о тех покупателях, которые не могут приобрести изделие сразу. Мы предлагаем беспроцентную рассрочку сроком на 6 месяцев. Приходите за покупками для себя и своих близких, порадуйте себя новыми изделиями к предстоящему сезону. Рассрочка на изделие в магазине «Дом меха» предоставляется без поручителей. Первый взнос – всего 10% от стоимости товара. В торговом доме «Неман» на втором этаже любая гродненка сможет найти себе шубу мечты и к ней подобрать стильный головной убор. Многие из изделий отделаны такими видами меха, как норка, песец, енот и лисица. Представлена огромная цветовая палитра. Магазин «Дом меха» подтверждает – роскошь – это просто и доступно каждой женщине. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Быстро, актуально и эффективно. Бегущая строка на телевидении – идеальный способ донести информацию до зрителя. Теперь с телеканалом «Гродно-плюс» это стало еще проще. Любой желающий может разместить бегущую строку на нашем телеканале, а для удобства заказчика оплатить, не выходя из дома, посредством системы ЕРИП и в ближайшее время PowerPay. Наша бегущая строка выходит по будням с 7 утра до 23.00 вечера, а в пятницу, субботу и воскресенье круглосуточно, что обеспечивает порядка 2000 выходов. При размещении бегущей строки на телеканале «Гродно-плюс» автоматически она будет размещена и на сайте «Гродно-плюс-тове.бай». Здесь же можно ознакомиться и с подробной информацией по производству и размещению рекламной продукции, а также со всеми тарифами и правилами оплаты. Кроме того, дополнительную информацию можно получить у специалистов отдела по рекламе по телефонам 77-33-37 и 74-22-74. В продолжение выпуска информация от наших партнеров. Новинка от компании «Корсак» – диван-кровать «Хилтон» за 549 рублей. Успей выгодно купить мягкую и корпусную мебель. Приглашаем за покупками по адресу Фомичево-2, торговый центр «Магнит», «Цокольный этаж» и «Богутского-5». Подробности на сайте «Корсак.бай». На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте «Гродно-плюс-тове.бай». А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. А на сегодня я прощаюсь. Приятного отдыха с «Гродно-плюс».